Сегодня летим на Джул. Задача – провести разведку спутников газового гиганта и проложить дорогу для пилотируемой миссии. В реальности самый крутой облет спутников газового гиганта совершил зонд Кассини. Его запустили в 97 году, а в 2004 он долетел до Сатурна. Результаты – просто отвал башки. Сбросили зонд Гюйгенс на Титан, где текут реки из жидкого метана. Облетели энцелад и увидели фонтаны, бьющие сподо льда на тысячи километров в космос. Изучили еще кучу спутников, ныряли сквозь кольца и, наконец, похоронили аппарат по викингскому обряду в атмосфере Сатурна. Слегка подражая конструкции Кассини, я и слепил свой аппарат. Кассини по межпланетным меркам аппарат весьма тяжелый. Разгон к Сатурну проходил посредством четырех гравитационных маневров – Венер, Венера, Земля, Юпитер. Я тоже хотел воспользоваться таким приемом для кинематографичности, но КСП-2 не дала его запланировать. У меня намечен пролет мимо дюны, который должен изменить мою траекторию, но игра по-прежнему рисует неизменную эллиптическую орбиту. При этом летит аппарат правильно, после пролета дюны орбита повышается, вот так. Но как-то использовать этот разгон без планирования невозможно. Причем иногда траектории отрисовываются нормально, а иногда вот так. Как это реализовано в КСП «Здорового человека»? Можно заодно полюбоваться закатом здорового человека. Солнце не уменьшается в размере и не просвечивает сквозь литосферу, а постепенно закатывается за горизонт. А то делаем игру про космос и не умеем нарисовать закат. Кстати, вот только теперь, укрывшись от Солнца на ночной стороне Земли, мы видим звезды. Это не ванильная КСП, это один из графических модов. В ранней КСП-2 на такие мелочи тем более наплевано. Звезды у них даже рядом с Солнцем видно. Для гравитационного ускорения мне нужно прицепиться к планете на догонном курсе и дать ей разогнать аппарат своим притяжением. Если бы мне нужно было наоборот опустить орбиту, я постарался бы как можно дольше пробыть именно на встречном курсе. Как видим, в КСП-1 инструмент планирования маневров с этой задачей справляется. А по дороге к Дюне я могу наблюдать планеты. Вот сама Дюна. И это важно. Планеты к нам неизмеримо ближе, чем любые звезды. Их видно. Они яркие. Я иду вот вечером по улице. Вижу Венеру. А в КСП планеты хоть и мельче, чем в Солнечной системе, но зато намного ближе. Можно мы в игре про космос будем видеть не дурацкий мультяшный фон с туманностями конской жопы, а астрономические объекты. А на подлете к Дюне тихо и буднично наблюдаем солнечное затмение. По поверхности пробегает тень Айка. Кто-нибудь в КСП-2 хоть одно затмение видел? Может они есть? Я просто не заметил. Давайте проверим. Воу-воу, КСП-2, что ты делаешь? Я просто запустил два спутника на одной ракете. Что это за веер обломков на второй космической скорости? Да, помню. Ранний доступ, маленькая студия, низкий бюджет. Итак, вот Муна закрывает Солнце. Оно по своему обыкновению скукоживается. Вообще-то затмение выглядит не так. И где же тень на Земле? А ее нет. Ладно, допустим, вам пофиг, что игра про космос и в ней бывают затмения. Но как можно заниматься 3D-графикой и не подумать, что объекты отбрасывают тени друг на друга? При этом рекомендуется иметь карточку RTX 3080. Но, видимо, с круглой тенью не справится даже она. Вернемся к нашему зонду. На пролетах мимо дюны я потратил больше энергии, чем получил. Но ничего. Отработал топливо третьей ступени. Переходим к основной цели. Влетаем в систему Джула. Здесь гравитационные маневры как раз совершаются постоянно и не всегда добровольно. Джул красивый и зеленый. Только иногда линяет квадратиками. Видимо, меняет детализацию текстур по мере приближения и отдаления. Первая цель в системе Лейт. Это покрытый океанами спутник Джула с кислородной атмосферой. Довольно неожиданно так далеко от Солнца увидеть воду в жидком состоянии. Сюда я сбрасываю атмосферный зонд. У зонда не стали открываться парашюты. Это явный баг, потому что точно такой же зонд в испытательном полете я сбросил успешно. От Лейта перелетаем к Тайлу. Тайлу – самый массивный спутник Джула. Его гравитацией в 1G мы воспользуемся еще несколько раз. Сейчас он возвращает нас обратно к Лейту, возле которого я меняю наклонение орбиты для встречи с Бобом. Боб – захваченный газовым гигантом астероид. На обращенной к Джулу стороне виднеется огромный кратер. На определенном расстоянии поверхность отсвечивает зеленым, но стоит отлететь подальше, как этот эффект пропадает. Снова изменяем наклонение и пролетаем в вал. Вал покрыт ледниками. Еще один пролет мимо Тайла отправляет нас к предпоследней цели. Пол – еще один захваченный астероид. Пол выглядит, как будто слеплен из оранжевого и зеленого пластилина. Облет всех пяти спутников окончен. Последний этап полета – сжечь аппарат в атмосфере Джула. Кассини так на всякий случай уничтожили в атмосфере Сатурна, чтобы земные космические технологии не попали в лапы агрессивных организмов, которые могут найтись на его спутниках. Я считаю, что уничтожение аппарата в атмосфере в игре 23-го года с такими вот системными требованиями должно выглядеть примерно так. Субтитры создавал DimaTorzok На final orbit, Кассини will plunge into Saturn, fighting to keep its antennae pointed at Earth as it transmits its farewell. Субтитры создавал DimaTorzok In the skies of Saturn, the journey ends. As Кассини becomes part of the planet itself. Какую же картинку мы получаем в игре? Аккуратно макнув зонт в атмосферу, получаю сообщение о провале миссии. Причем, по мнению игры, зон был уничтожен на выходе из атмосферы, а не на входе в нее. Это, конечно, тоже баг. Кстати, в интернетах есть видео с посадкой на джул. Да, в раннем доступе у него есть твердая поверхность. А что такое давление, игра не в курсе. Пришло время для отправки в систему джула пилотируемого аппарата. Я как будто забыл про ранний доступ и попытался сделать полноценный джул-5. То есть посадку на все спутники джула. Для этого решено было собрать на орбите межпланетный монстр на атомном двигателе с четырьмя водородными баками. А металлокс использовать для дозаправки посадочного аппарата. Стыковка огромных аппаратов происходит медленно и вальяжно. Поскольку любой шаг вперед в КСП-2 обязан сопровождаться несколькими шагами назад, при работающем двигателе время ускорить можно, а вот при вращении аппарата нельзя. Помните, кстати, что в КСП-1 ускорение времени останавливает вращение? Очевидно, эксплойт, нарушающий закон сохранения энергии. Казалось бы, в новой, переписанной с нуля игре это должны были пофиксить, был же мод Persistent Rotation. Нет, эксплойт не только не убрали, а наоборот, при включенном двигателе он просто становится имбой. Прицепив два бака из четырех и долив в баке метана, я увидел на приборах 11 тысяч дельта В и решил, что мне хватит. Немного покрутился по орбитам, потом загрузил игру и обнаружил, что кто-то опять украл всю дельту. Но прикинув массу аппарата и топлива, я понял, что 11 тысячам здесь взяться неоткуда, и баком было появление лишней дельты, а не ее исчезновение. Поскольку баги к этому моменту уже задрали, например, нельзя было отстрелить лишние двигатели, я не выдержал и собрал корабль в редакторе целиком, а потом вывел на орбиту неигровым способом. Масса корабля огромная, а тяга невысокая, поэтому за один импульс набрать вторую космическую скорость не получится. Я разгоняю корабль к джулу за несколько витков, каждый раз добавляя скорость в Берегее. Так реально делают с аппаратами с низкой тяговой вооруженностью, например, на ионных двигателях. Двухступенчатый спускаемый аппарат предназначен для посадки на Тайло. Тайло самое сложное для посадки небесное тело в системе Кербина. Гравитация 1G, атмосферы нет, взлет-посадка будут стоить 4,5 км в секунду. По требованиям к Дельта-В это сравнимо с реальной Луной, а по тягу вооруженности значительно жестче, потому что гравитация Луны в 6 раз меньше. Я, во-первых, ошибся с конструкцией аппарата, а, во-вторых, уже не имел моральных сил продолжать операцию после сотен перезагрузок и багов. Аппарат самопроизвольно вертелся, разваливался на части, отбрасывал выпущенные ноги, а у поверхности накрывали такие тормоза, что даже более-менее удачные попытки снижения были запороты. Но зато в ходе неудачных попыток я заметил, что в центре кратера что-то блестит. Новая задача – изучить аномалию. В отличие от лица на Дюне, о котором я знал и целенаправленно искал, эту пасхалку я нашел случайно. Так, если после посадки можешь ходить, то это хорошая посадка. Идти до аномалии далековато, а ускорение времени как будто только замедляет процесс. Ладно, Тушинская закалка. Пойду пить чай. На монументе изображен пузатый Ктулхакербал. Я думаю, это представитель вымершей древней расы, который в одной руке держит желтый кербол, а в другой – свою родную звезду, к которой мы полетим, когда разработчики КСП-2 научатся программировать. К слову, если интересуют поиски следов древних цивилизаций и кто-то еще не играл в Аутер Уайлдс, а обязательно нужно поиграть. В отличие от КСП-2, написано практически студентами, при этом нормально работает и не жрет столько ресурсов. В общем, первоначальный план претерпел изменения. Как говорится в анекдоте про режиссера, концепция поменялась. Задумка была такой. Валентина отмечает День космонавтики, воткнув по флажку на каждый спутник Джула. Новый план. Валентина находит аномалию на Тайло и остается ее сторожить. Всех космонавтов поздравляю с профессиональным праздником. Прости, Джеб, вы все профукали. Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин